Продолжение следует... Что? Укачивает? Да. Ну, не вешай носа, малыш. Это бывает. Со мной ведь это тоже было. И прошло. Сразу оно, конечно, не проходит. Надо тренироваться, заниматься спортом, тренировать волю. Вам разрешен старт. Есть. Не вешай головы, малыш. Будешь летчиком, ведь мы же бесковые. КОНЕЦ На себя. На себя. КОНЕЦ КОНЕЦ В путь. В путь. В путь. В путь. В путь. Смирно! Здравствуйте, товарищи солдаты! Здравствуйте! Отмечаю ваше полное несоответствие. Старшина Баба. Баба. Не Баба, а Баба. Фамилия? Бесков. Не вот именно, а так точно. Так точно, товарищ старшина! Товарищ старшина! В части подгоним, переоденем. Ясно? Вот точно, товарищ старшина! Вот теперь точно. Ну и народец. Ничего, ничего, через год вы себя не узнаете. Это я вам говорю. Артист? Неа. То-то. А теперь вещички по машинам, а сами 500 километров по свежему воздуху одно удовольствие. Товарищ старшина Баба, я старший. Прошится проводить машину. Фамилия? Шваринов. Ну что ж, можно и сопроводить. Только последовательность. Погрузить, сопроводить, разгрузить. Возьмите троих, старший. Приступайте. Есть. Бесков, Иваненко и Настюган, за мной. Разойдись! Эту берегите особо. Это история, лейтенант. И человеческая трагедия. Потерять ей величайший позор. Это традиция, лейтенант. Гаубица находится в том взводе, люди которого наиболее достойны ее славы. Теперь она у вас. Сделайте же все, чтобы ваши воспитанники не уронили чести третьего взвода, который всегда был в школе первым. Запаздываем, запаздываем! Раз, раз, два, раз! Отставить чекать! Есть! Раз, раз, раз! Ну вот, теперь вы имеете полное представление обо всем. Товарищ Лепко! Лепко? Так это... Да, вы не ошиблись. Это отец Юрия Лепко. Наш замполит. Новый командир третьего взвода. Ваши соседи. Знаю. С утра в квартире все вверх дном. Жена? Да нет, сестра. Шумно, а больно. Опаздывает из бани что-то. Небо голубеет над страной, Время унесло пожаром в дым. В строй! В своем солдат о дружбе боевой, Сразу путь дорожку сократив, Нам артиллерия Родною страной доверена Могуча грозна, И знает страна Сам Бог поймит. Да, не повезло тебе. Известное дело не легковушка. А что, легковые случаются? А чушь! Вот мой землячок самого на победе возит. Светлая жизнь. Да. А ты что, шофер, что ли? Да как тебе сказать? Вот это да! Глуши. Прошу. Спасибо, а то я опаздываю. Принимай. В кабине вам будет удобнее. Нет, нет, не беспокойтесь. Оп! Благодарю, я сама. Спасибо. Простите, пожалуйста. Ничего. А почему вы не по форме одеты? А что улыбаетесь? За это, между прочим, на губ вахту сажают. Да. Картошку соберите. Командир. 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 Неужели жена? Нос? Приказываю узнать. Товарищ начальник, вы не на курорт приехали. Что, нам одним надрываться? А ты дыши носом. Давай, подходи. Легче будет. Все шутишь. Держи. Товарищи курсанты. Отставить. Почему не по форме? Прошу запомнить. Здесь армия, и вы уже солдаты. Прошу запомнить. aroo подожди. Краснодаряй! Прошу запомнить. Спецерия сна. П Nobel. А это... Надо리etch Отеченье. Канёшни, dividя. Голубков, сено-солома, выйдите из строя, переоденьтесь. Есть. Корниенко? Я. Почему нет Бескова? 96, 97, 97. 98, 99, ой. Да хватит тебя, опоздаешь в первый день-то. Аккуратный командир, зеркало подчиненных. Ну? Зеркало? Какие будут пожелания? Ни пуха, ни пера. К черту. Ой. Простите, товарищ лейтенант. Сейчас всыпет. Фамилия? Бесков. Так, из какого взвода? Из вашего, товарищ лейтенант. Тем более. Я не потерплю в своем взводе подобного безобразия. Вы же уже солдат. Идите на занятия. Есть. Вспомните, как вы мне наступили. Да, да. Как настроение, Серов? Отличный, товарищ подполковник. Ну, ну, желаю успехов. Спасибо. Знаю, будет трудно. Головы горячие, им сейчас подвиги подавай. Космос по меньшей мере. Товарищ подполковник, вас к телефону. Хорошо, сейчас. А у нас на земле еще не все устроено. И не все, надо полагать, сразу примут нашу нелегкую жизнь. Да, это точно. Деньки еще будут жаркие. И не давайте себе наступать на ноги, Серов. КОНЕЦ 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 Товарищ старшина, продолжайте занятия. Есть, товарищ лейтенант. Встать. Слезай. Рассып. Вперед. В бою! Ну что, я чемпион по поднятию тяжести? Подожди. Месков, чего зеваешь? Отлично! Первая готова! Вторая готова! Третья готова! Взвод строится! Взвод равняйся! Вольно! Не вижу бодрости. Товарищ старшина, шесть раз повторяли. Ничего, ничего. Тяжело в учении, легко в бою. Суворов! Это я вам говорю. Какая задача сегодняшнего занятия? Шмаринов, добиться быстрой и четкой работы расчета. Оч-хор. Ясно, артист? Да я не артист, товарищ старшина. Разговорчики. Меньше острите, не будете падать. Есть. Что, Бесков, ворон считаете? Понимаю. А с вами я отдельно поговорю. Не люблю, когда солдат неповоротлив, как наш Днепровский Сом. На что обращено внимание курсанта Шмаринова? На сестру лейтенанта Серова. Отставить. Уточняю, на дом лейтенанта Серова. Бесков. Я. Посыльным знать на случай тревоги. Оружие сложить. Перерыв. Разойтись. Смотрите сюда. Куда? Медкомиссия признает вас негодным к службе в авиации. Можете служить в другом роде войск. Например, в артиллерии. Это навсегда? Доктор. Не знаю. Попробуйте тренироваться. Победа! 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 Проходят дни за днями, глубоко уважаемая Олимпиада Ивановна, а вы никак не даете своего согласия напередисклокацию в наш город ко мне. Очень это печально. Очень это печально. Вот сижу я, пишу, а за окном ночь. Воспитанники мои спят. Тишина. Что с вами, Колобков? На меня кто-то упал. Упал? Да. Мне показалось. Показалось. Крестись на ночь. Спите. Ничего, это бывает. После напряженного дня и так далее. Спите спокойно, Колобков. Наша любовь с вами и уважение вечное. Это я тебе говорю. Это я вам пишу. С воинским приветом, уважающий вас Никодим Баба. 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 Ага. Баба. POCO Что, подъем? Ничего, ничего. Спите, спите. Есть. Продолжение следует. Продолжение следует. А по-моему, он просто размазня. И уж в школе таким никак не место. Пускай отслужит, сколько положено рядовым, и едет домой к маменьке. Но разве не оправдывает Бескова его мечту изменить отца в строю летчиков. Понимаешь, отца. Оправдать его может только честная служба в том строю, куда его сочли нужным поставить государство и конституции. А будь моя воля, я бы узаконила в нашей конституции еще одну статью. Гражданин СССР обязан мечтать и должен бороться за свою мечту. Ясно тебе? Какой способный законодатель, а? Неостроумно. Ты куда? Пойду в библиотеку, а оттуда клепко. Все еще никак не успокоишься? Хочешь превратить школу сержантов в балетную студию? Неудивительно, что ты понимаешь армию как Ать-2. А может быть, солдату еще что-нибудь нужно? Ты об этом подумал? И потом разве только пребыванием в твоем взводе ограничивается жизнь человека. А после окончания школы, после армии. Пойми, Ольга, что я не против самодеятельности. Но нам сейчас не до нее, понимаешь? Ну, хорошо, иди. Посмотрим, будут ли желающие. Пойду. Говорила, говорила, только я не понял, да или нет. Подарила, подарила, подарила. Ах, подарила мне кисет. На кисете, на кисете Не забудку вышила рука В целом свете В целом свете Нет красивей этого цветка Ах, нет красивей в целом свете Красивей этого цветка Не положено. Следующий. Следующий. Я... Я, собственно, еще декламирую. Декламируют. Ну, что вы приготовили? Что? Да вы не волнуйтесь, пожалуйста. Не волнуйтесь. Да я не волнуюсь. Я, кроме рояля... Можно лирику? Да, начинайте. Сергей Есенин. Пожалуйста. Письмо к женщине. Вы помните, вы все, конечно, помните, Как я стоял, приблизившись к стене. Взволнованно ходили вы по комнате И что-то колкое... Простите, резкое. Простите, и что-то резкое в лицо бросали мне. Любимая. Меня вы не любили. Хорошо, Колобков, хорошо. Запишу. Колобков художественное чтение. Колобков худ слово. Кто следующий? Следующий. Можно мне исполнить пародии? Пародии. Конечно. Давайте. Вот ты, ушастый. Спроси, спроси. Как моё фамилиё? Райкин? Нет. Петькин? Нет, кое-что есть. Но, это не то. Всё. А желающих-то оказалось достаточно. Следующий. Я. И вы? А что у вас? Вокал. Пожалуйста. Василий Павлович, Соловьёв-Седой. Подмосковные вечера. Пожалуйста. Не слышны в саду даже шорохи. Школа. Внимание. Сначала. Не слышны в саду даже шорохи. Всё здесь замерла. Петух. Вероятно, у меня что-то с нервами. Знаете что, товарищ старшина, я хочу просить вас быть старостой нашего кружка. Да-да, нам необходим человек с незаурядными организаторскими способностями. Мы будем вместе готовить программу выступлений, руководить. Согласны, да? Без вас будет трудно. Есть быть старостой кружка, руководить и вместе готовить программу выступления. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ну, на сегодня всё, товарищи. Спасибо. До свидания. Благодарю вас. До свидания. А у нас здесь ещё один талант прячется. Шмаринов. Все остаются для составления программы. Скажите, пожалуйста, а вы брата моего не видели? Нет, не видел. Вернее, видел. Днём. А самодеятельность будет хорошая? Самодеятельность будет очень хорошая. Хорошая? Очень. Скажите, Бесков. Что? Серов. Ольга. Оля. А вы, Анатолий. Анатолий. Толя. Серёжа, а я жду тебя. А я, по-моему, не назначал тебе свидания. Тем более, что здесь не место. Саман. Саман. Квартиру лейтенанта Серова. Квартиру лейтенанта Серова. Слушаю. Слушаю. Квартиру лейтенанта Серова. Бесков. Толя. Ай-яй-яй. Делаю замечание. Дайте отбой. Квартиру лейтенанта Серова. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Хороша погодка. Тебе не жарко? Промок до костей. Удивительно. А я сухой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Не пойду. Иди, не отставай, слышишь? Не могу. Иди, Колобков, слышишь? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Доварищ эдинат, разрешите расстегнуть воротнички и поднять пол шинели. Жарко, ребята. 30 километров все-таки. Что за поблажки? Никаких послаблений. Есть. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Торопись, Серов! Крой свод по Горьяна близко! Горьянка! Я! Расстегнуть воротнички! Поднять пол шинели! АПЛОДИСМЕНТЫ Послушайте, пилот, а вам не кажется, что в прошлый раз вы мне помешали? Я разговариваю с дамой, а вы проплываете мимо и нарушаете всю элегию. Нехорошо. Отстаньте. Отставить. Завтра же уберу из взвода. Идите. Какой позор, какой позор прийти последним из-за какого-то растяпы. Кого это ты так, Сережа? Да есть у меня тут такое сокровище. Ну ничего, я добьюсь своего. Я уберу его из школы. Мама. Ну и жизнь. Ребята, а по-моему, и подъем в 4 утра, и быстрое построение, и весь день на одном дыхании, все подчиняет наше сознание стремительному ритму. А как это? А так. Мы живем в 2-3 раза быстрее обычного человека. И привыкаем жить только так. Стремительно и точно. И все это для одного мгновения. Для одного? Закрутил комсорг. Да, для одного. Который может оказаться решающим. Для тебя, для меня, для наших родных. Для государства. Это верно. Толково. Ну поспать некогда. О, идет, братцы. Это на мне. А это еще не докажено. Да это на всех приветствует. Умная. Каждый день в библиотеку ходит. Удивительными свойствами в этом смысле обладают соды, навокаин и даже простокваша. Академик Богомолец утверждал, что человек может жить до 200 лет. И это при сохранении трудоспособности до 170-180 лет. Вы подумайте, сколько за это время полезного мог бы сделать физик, художник, архитектор. А мы бы дожили до такого времени, когда бы во всей Вселенной не осталось ни одного белого пятна. А сколько бы смогли сделать поэты, скульпторы, композиторы? А сколько бы мог спать Колобков, а? Третий взвод. Через пять минут начало самоподготовки. Идите. Ольга. Да, Сережа. Ольга, я запрещаю тебе приходить сюда впредь. Библиотека есть и в институте. Ты заблуждаешься. Если думаешь, что разговариваешь с сестрой подобным образом, ты подаешь хороший пример подчиненным. А ты заблуждаешься не меньше. Думай, что пустыми разговорами ты помогаешь подчиненным. Ну, разве виноваты, что они интересуются медициной? А ты думаешь, они интересуются именно медициной? Глупость дар большой, Сережа. Но право же, не стоит злоупотреблять этим даром. Не остри. Не повышай голоса. Я пока еще не твой солдат. Толя, я приду. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Оля! 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 Оленька! Оля, прости меня. Я не думал. Понимаешь, я хотел доказать тебе, что мне любая высота не страшна, что я готов хоть в космический рейс. А это надо доказывать не мне, а Минкомиссия. Да, но это мне же никто не даст увольнительный город. Знаешь, брат говорил, что завтра экскурсия в картинную галерею. Вступление. Пробожала, пробожала, не сказала, даже не забудь, только руку задержала. Стоп. Сплошная фальшь. Через 10 дней смотр и никакой слаженности. Еще раз. Приготовиться к построению экскурсию. Школа строится. Эта работа открывает в творчестве художника новую замечательную страницу. Это поистине прекрасное произведение искусства. Полное экспрессии, света и пространства она удивительно точно передает поэтическую мысль художника. А теперь пройдемте к следующему полотну. Художник любил повторять. Человек должен бояться прожить чужую жизнь. Это мое призвание. И как бы ни было трудно, я добьюсь своей цели. Мы видим, что художник прожил именно свою жизнь. Страстную, нужную, яркую. Толя. 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 Подожди меня здесь. Удачи тебе. Спасибо. Эй, постой! Тебе куда? На комиссию. А направление есть? Направление? Да понимаешь, отец. Все? Нет Бескова и Шмаринова. Отмечаю самовольный уход. А, ну, коли так, торопись, сынок. День-то короткий нынче. Удлиним, папаша. Ну, давай, давай. Вы решили заодно посмотреть архитектурные памятники? Отстаньте, Шмаринов. Вашу увольнительную? Есть увольнительная? Нет увольнительной. Вам придется следовать с нами. В чем вы меня обвиняете? Ну, в чем? Я же с ним и так, и эдак. Я был прав. Бескова надо было убрать из школы. Еще раньше. Но вы же не согласились. И теперь не соглашусь. Бюрократы! Не горячите, Серов. Ну, а что же делать? Вот вы опытный человек. Ну, скажите, что мне делать? Научите. Ведь я же, глядя на Бескова, ловлю себя на постыдной мысли, что я хочу отвернуться. Хочу не видеть этого человека. Ну, разве... Да. Так. Так. Хорошо. Ворвался в госпиталь, наскандалил, обозвал всех бюрократами. Я надеюсь, теперь... Товарищ лейтенант, идите и заберите вашего Бескова. Есть. Слушай, Бесков, какого ты черта в госпиталь ходил? Следил? Да нет, просто интересовался. По-моему, это подло. Подло? А, по-моему, подлее строить из себя загадочную натуру и закручивать девчонке мозги. Я эту девушку люблю. Отставить разговоры. Мы с тобой не поймем друг друга. А лично я в этом и не нуждаюсь. Да. Мать гидролог. Экспедиция всесоюзного научно-исследовательского института. Северное побережье Шпицбергена. Далековато. Отец летчик-испытатель. Погиб при исполнении служебных обязанностей. Да. Отсидел? Ну, отсидел. А у нас из-за твоих фокусов гаубицу отбирают. Ну и что? Как это что? Как это что? Как это что? Тихо, ребята. Первый взвод идет. А ну, пошли. 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 Заходи, ребята, заходи. А ты понимаешь, до какого позорища довел нас? Серова. Понимаешь? Над нами же вся школа хихикает. Проходу не дают. Ну и что? А хват как? Иваненко, начинай собрание. Здесь не место. Может, еще графин с водой? Трибуну? Начинай, тебе говорят. Хорошо, хорошо. Я не верю, чтобы ты не мог понять, Берсков. Ты же не мальчик. Ты солдат. Мы здесь не для того, чтобы просто отбывать положенное время. Кончай дурачка играть, Берсков. Да он все прекрасно понимает, Василь. Понимает. Иначе не прятал бы глаза. Трус. Мой отец погиб. Он был летчиком. И его дело стало смыслом моей жизни. Разумом я понимаю, что неправ. Но сердце мое там, среди его товарищей. Мысли мои там, и жизнь моя там. Человек должен бояться одного. Прожить чужую жизнь. А я не хочу. Понимаете? Не хочу! Берсков, Вас вызывает замполит. Да? Товарищ подполковник, курсант Берсков по вашему приказанию прибыл. Проходите, Берсков, садитесь. Садитесь, садитесь, Берсков. А спичку у Вас, случайно, нет? Отец? Да. Ну, рассказывайте, Берсков. А что рассказывать? Вы все знаете. Нет, Берсков. Душесчипательных разговоров не будет. А сейчас... Потрудитесь все-таки объяснить ваши поступки. Послушай, Молотков. Не могу, тороплюсь. Друг уезжает. Чей друг? Мой. Шофер? Шофер! Я хочу быть летчиком. Так начинал отец. Это не оправдание. Настоящие люди борются за свою мечту и в то же время честно исполняют свой долг. А я боролся! Это не борьба, это шкалярство, глупая выходка. Обидно, что все решает бумажка, направление в госпитал. Не бумажка и направление, а дисциплина. В вашем возрасте, Берсков, пора бы вам в этом разбираться. И потом, почему вы решили, что готовы занять место отца? Я уверен в этом. А я нет. Да я физически... Вот именно физически. Почему вы замкнулись в себе? Откуда у вас эта самоуверенность? Почему вы думаете только о себе и забываете о ваших товарищах, о школе, о командирах? Ну вот что. Я обещаю помочь вам. Будем вместе добиваться официальной медкомиссии. Сидите. И не забывайте, меня обязательно спросят, кто вы такой, Бесков. А в вас еще много лишнего. Так что же делать? Служить. Учиться. И особенно учиться. Солдат везде, солдат. Семен Трофимович, у меня к вам разговор. Вы свободны, Берсков. Разрешите идти, товарищ полковник? Идите. Есть. Да. Товарищ полковник, разрешите обратиться? Обращайтесь, Шмаринов. Разрешите на время отпуска заменить вашего водителя? Так, так. Стало быть, поближе к начальству хотите? А? Лихо поет, артист. На песни далеко не уедешь. Машину знаете? Что это? Без очков не вижу. Возьмите. Победитель мотокросса, чемпион области. Рекорд? Вы рекорд в Вишнякосточке где ставили? А тут бег с препятствиями. Ну как, Семен Трофимович, берем чемпиона? Не подведете? Беру и предупреждаю. Понимаете, товарищ полковник, как говорят, своя стихия. Мечта. Прошите идти, идите. Есть. Да. Толя. Так точно. Арестованный курсант Бесков отбыл срок и явился без вашего пригазания. Как хорошо, ну проходи. Хочешь чаю? Да нет, спасибо, мне надо идти. Ты занимаешься? Да, у меня завтра травмы и ожоги. А у меня сегодня были травмы и ожоги. А сейчас все очень хорошо. Хорошо. Поэтому я пришел сказать тебе. Ну садись. Здравствуйте, товарищ лейтенант. Мне очень неприятно видеть вас на службе, Бесков. А тем более у себя дома. Прошу вас уйти. Сергей. Неужели вы не понимаете, Бесков, как вы мне противны? Идите. Толя. Толя. Да, да. Толя. Не сердись. Он многого в тебе не понимает. Я ему все объясню. Не понимает. Ну конечно. Ведь он почти твой ровесник и отвечает за вас всех. При улыбке работают 27 мышц лица. А когда люди хмурятся, 51. Сколько зря энергия уходит. Лейтенант, генерал, маршал, какие бы мы с вами звезды не носили, но человеческое достоинство, вы, Серов, выгнали своего подчиненного. Вы человека выгнали. Но почему? Почему все время Бесков? Бесков, Бесков. Почему все для него? Ведь у других, у других тоже есть мечта. Мечта. Душа солдата это рубеж. Им или овладеешь, или... Выходит, у офицера нет даже права. Право? Воспитателю даны все права, кроме одного. Хамить людям. Вы воспитатель, и знаете, что... Я знаю. Я знаю то, что мне не хотелось бы знать. Говорите. Вы думаете, я не знаю, что вы упросили Макаряна не забирать у меня галбицу? Мол, Серов еще зелен, глуп. Знаю. Знаю и не считаю это мудрости воспитателя. Мне не нужно податчик. При всех обстоятельствах у честного человека остается право признаться в своем заблуждении. Время заставит вас понять это, Серов. Товарищ подполковник, разрешите доложить? Товарищ подполковник, разрешите доложить. КОНЕЦ 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 Оставьте. В этом строю стояли ваши отцы. Дружба делала этот строй страшным для врага. Жизнь продолжалась. Прошло время, и на местах ваших отцов стоите вы, наследники их славных дел. Как же вы, бесков, посмели поднять руку на святая святых, на дружбу солдат? Вы не только ударили Шмаринова. Вы оскорбили память настоящих людей. Память вашего отца, недавно стоявшего в этом строю. Шикова, смирно! Вы ко мне? Нет. То есть, да. Разрешите обратиться, товарищ подполковник? Заходите, товарищ комсорг. Садитесь. Что вы мне хотели сказать? Видите ли, товарищ подполковник? Тут бесков не сдержался и ударил Шмаринова. Ну что же вы мне раньше об этом не сказали? Как-то неудобно было. Девушка. Не хотелось впутывать. Да. Положение деликатное. Ну что же, с комсомольцем Шмариновым поговорите. Можете идти. Вот что. Постановили. Сейчас ты идешь к замполиту и сам просишь, чтобы он тебя посадил на губу. Иначе... А что иначе? Откровенно говоря, я бы тоже внушил этому птенцу. Да еще когда бы защищал честь женщины. Не смотрите, не смотрите. Я вишня косточка по боксу первенства области держал. Правда, в самом неприличном весе. А я вам симпатизировал, Шмаринов. Вы о чем, товарищ старшина? Стыдно. Товарищам стыдно. Министру обороны за такого солдата стыдно. Это я вам говорю. Это вы, Олесь? Так точно, я. За нарушение устава воинской службы и порчу казенного имущества два наряда вне очереди. Есть два наряда вне очереди. Говорят, к Бескову кто-то приехал. Мама! Родной мой! Как долго я тебя не видел, мама? А я всего на один день с конференции. Так мало? Да. Как же ты, Толя? Мама, ты понимаешь, ведь я хотел как отец. Нет, мой мальчик. Я отца никогда не знала таким. И уж, конечно, не думала увидеть таким тебя. Но, мама... Я понимаю. Ты поступил благородно. Но я хочу гордиться тобой. И не могу. Значит, ты приехал ко мне, чтобы сказать, что я ни на что не гожусь, что я вообще не человек. Нет. Ты же у меня единственный. Я очень хочу гордиться тобой. Слышишь? Очень хочу. Сын. Что это? Спасательный круг. Вот как все отмечу, шофер полковника приедет, вернусь в школу. Рисуй. Ребята не против. Понимают. И я понял. Поговори с ребятами. Пусть пойдут, Клепко. А ты сам приходи. Посоветуемся. Ну, бывай. Ну, будь здоров, Носик. Мним себя воспитателями, а подкатит случай руки вверх. Ну, надо что-то делать. Надо. Он до сих пор у вас сидит. Не могу, лейтенант. Надо. Идите. Куда? К товарищам идите. Есть. Ничего, ничего. Тяжело в учении, легко в бою. Это вы говорите. Это Суворов сказал. Продолжайте. КОНЕЦ Так, придется подкопать. Да. Бесков, Шмаринов. Есть. Есть. Подкопать. Колобков, а вам марш-броски на пользу. А почему? Девчата любят стройных. Куда после армии поедете, артист? Я в Якутию. Алмаз добывать. А я, товарищ старшина, к себе на Полтавщину. Животноводство поднимать. Толя! Цел. Что это ты там высматриваешь? И за ухо держишься? Понимаешь, Бесков сейчас на медкомиссии, вот я и волнуюсь. А за ухо держусь, так это примета такая, чтобы удача была. А ты чего за ухо держишься? Чтоб удача была. А вдруг твоего Бескова забракуют, и он опять вернется в мой взвод. Эх ты! Да. Да. Все, летчик Бесков явился. Я так рада за тебя. Разве так радуется? Вот же слезы. Я хочу, чтобы всю жизнь была так. Спасибо, чтобы я плакала. Нет, чтобы смеялась. В путь. В путь. В путь. В путь. Смирно! Разрешите обратиться! А, Бесков. Обращайтесь. Пришел с вами попрощаться, товарищ старшина. Прощайтесь, товарищ сержант. Спасибо, Никодим Иванович. Не вижу бодрости, Бесков. Слушаюсь. Разрешите обратиться, товарищ подполковник. Разрешите обратиться, товарищ подполковник. Да-да-да, пожалуйста. Бесков, обращайтесь. Пришел попрощаться. Спасибо за все, Семен Трофимович. Служу Советскому Союзу. Ну что ж, Анатолий, от всей души желаю всего хорошего и верю, что все будет хорошо. Спасибо. Идите. Есть! Счастливо. Может, поросята мешают вам Олимпиады, Ивановна, передискроцировать ваше сердце к огневым рубежам моей любви? А Вишня Косточка, сейчас он сам командует колхозом, приказал мне написать вашему начальству, чтобы вас демобилизовали со свинофермы. Это я тебе говорю. Очень красивые люди, когда любят. Это я вам говорю.